Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, сегодня мы поговорим с вами про дополнительную карту Тинькофф. Я расскажу вам, что это такое и для чего она может понадобиться с практической точки зрения. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо вам огромное, друзья! Погнали! Ну, смотрите, друзья, давайте я для начала обрисую типичную ситуацию, с которой, наверное, каждый из нас так или иначе сталкивается. Ну, наверное, самая простая и понятная всем модель – это модель семьи. Как в семье, как правило, происходит накопление и распределение денежных средств? Ну, наверное, так или иначе у всех существует понятие семейного бюджета, то есть каждый из супругов и членов семьи этот бюджет пополняет по мере возможности. Ну и из этого бюджета уже делаются какие-то общие совместные траты, крупные покупки, продукты питания, коммуналка, ну, то есть вот вся текучка, да? Ну, и, в общем, это вот такая копилочка, куда каждый, каждый месяц, там, кто с зарплаты, кто еще откуда, складывает, складывает, складывает по копеечке. Ну, и, соответственно, так или иначе, в общем, пополнять ее довольно просто и понятно. Но как эти деньги расходовать? Если бы этот вопрос стоял, скажем, 20 лет назад, тут бы, наверное, его не возникало, просто деньги складывались, грубо говоря, в стаканчик, ну, вот как у моих родителей это было, и из этого стаканчика деньги забирались по мере необходимости, но, друзья, живем мы уже с вами давно в 21 веке, поэтому очень широко распространены пластиковые карты, то есть сейчас большинство людей расплачиваются именно банковскими карточками, это действительно удобно, мы платим за них, точнее, по ним в магазинах, в интернете, но абсолютно везде. У меня, если честно, нал сейчас используется, ну, очень редко, то есть даже, я не знаю, в общественном транспорте и чуть ли не бабушки, которые торгуют семечками, скоро и они уже, или там огурцами сдачи, скоро и они уже, наверное, начнут принимать пластик. Поэтому, друзья, встает вопрос, а вот как быть в том случае, если, например, нужно вот этого общего поросенка распределять для разных членов семьи, то есть чтобы доступ вот к этому общему счету был, например, у мужа и у жены. Ну, это самая простая ситуация, но также можно ее смоделировать, например, на родителей, то есть пожилых, например, родителей, да, если есть возможность и необходимость им помогать как-то деньгами, ну, либо контролировать их расходы денежные, это тоже здесь применимо. Либо модель родителей и уже такой ребенок-подросток, то есть которому тоже, в принципе, можно организовать подобную карту, чтобы, во-первых, наблюдать за его тратами, ну и чтобы таким образом, собственно, облегчить ему доступ к каким-то общим семейным деньгам. И вот я этими всеми вопросами тоже задачился в определенный момент времени и нашел для себя неплохое решение. Я вам расскажу, как это организовать с точки зрения карты и банка Тинькофф. Подобные продукты я убежден, что есть в большинстве, скорее всего, банков. Ну, коль скоро это есть в Тинькофф, я думаю, что вряд ли они здесь какие-то передовики в этом вопросе. Но что мне понравилось, Тинькофф все это действует и работает очень просто, в общем, по их классической схеме. Все открывается и делается в интернете, в мобильном приложении, никуда не надо ходить, ничего не надо делать. Но начать надо, естественно, с того, что сначала надо открыть основную, главную карту Тинькофф Black. Про нее я вам сегодня рассказывать подробно не буду, у меня есть много видео об этом. Если надо, поищите на моем канале, либо поищите просто в интернете. Если вы уже знаете, что это такое и уже сразу хотите ее открывать, то разворачивайте описание под этим видосом. Там ссылочка на эту карту будет, ну и я ее даже, возможно, прикреплю в первом закрепленном комментарии. Так вот, друзья, предположим, что у вас уже есть эта карта. К этой карте привязан основной счет. И вы хотите сделать так, чтобы доступ к этому счету был у еще, например, одного человека. Как это сделать? Все будем делать через мобильное приложение. Доступ к нему осуществляется через вот такой вот ярлычок. Скачаете на телефон, установите, ничего сложного. Я думаю, разберетесь. Заходим в мобильное приложение. Оно у меня вот здесь в центре, такой вот желтый квадратик. На главной странице вылезут все ваши продукты, которые у вас открыты в холдинге Тинькофф. Ну и вот здесь, друзья, видите, на самом первом месте у меня указано счет Тинькофф Black и карта Тинькофф. Это, собственно, моя основная карта, которой я хочу предоставить доступ. Ну, точнее, я хочу предоставить доступ к счету, который привязан к данной карте. Что для этого делаем? Мы берем и проматываем на главной странице до самого конца. Там мы обнаруживаем вот такую вот кнопочку «Открыть новый счет или продукт». Нажимаем на нее. Здесь, друзья, можно открывать все, что угодно. Можно добавить разные валюты к нашей карте. Можно открыть вообще любой продукт, который мы захотим. Ну, там, кредитку, вклад, ОСАГО и все прочее. Но нас сегодня интересует именно дополнительная карта. Поэтому мы нажимаем в самом верхнем левом углу «Заказать доп.карту». Вот тут важно, друзья, карту можно заказать как для себя, так и для другого человека. В чем разница? Если вы заказываете карту для себя, соответственно, она будет с вашими же реквизитами. То есть на лицевой стороне данной карты будет написано «Вася Иванов», если вас так зовут. Можно заказать карту на другого человека. Ну, здесь уже решайте сами. Наверное, удобнее делать это именно на другого человека. Но, друзья, важно понимать, что при такой модели карта все равно будет, ну, как бы привязана к вам, к вашей персоналии. Просто на ее анфасе, скажем так, будет указано лицо, которому вы эту карту как бы предоставляете в пользование. Если мы нажимаем для себя, то у нас есть выбор либо пластиковая, либо виртуальная. Ну, соответственно, пластиковая — это нам курьер привезет полноценную физическую карту. Если она будет виртуальная, то у нас просто появится в интернет-приложении, в мобильной версии, еще одна вкладочка. Ну, то есть с помощью этой карты можно, например, пополнять ее, допустим, и с ее помощью совершать какие-то переводы, либо оплачивать что-либо в интернете. Ну, а пластиковая карта, она будет совершенно обычная для полноценного использования. Если мы нажимаем «Открыть карту другому человеку», ну, это вот та модель, по которой пошел я. Здесь Тинькофф нам предлагает, кому ее можно доставить. Можно доставить эту карту мне, а можно доставить другому человеку. В чем разница? Если мы нажимаем кнопочку «Мне», то после этого, друзья, мы должны самостоятельно указать фамилию, имя, отчество и телефон того человека, которому мы эту карту отдадим. Например, вас зовут Иванов Иван Иванович, вашу супругу зовут Иванова Мария Ивановна. Соответственно, вы здесь напишите «Иванова Мария Ивановна» и ее номер телефона нажмете «Далее». То есть карту привезут именно вам, но на карте будет написана фамилия, имя вашей супруги, и она, соответственно, сможет ей полноценно пользоваться, равно с теми же правами, с которыми, например, и вы распоряжаетесь вашим общим счетом. Ну, до этого мы сейчас чуть позже дойдем, там можно поставить некоторые лимиты. Дальше важный момент, друзья. Можно выбрать дизайн дополнительной карты. Вообще, по умолчанию, карта Тинькофф Блэк оформляется в системе Мастеркард. Мастеркард, насколько я знаю, в Визе ее, по-моему, оформить нельзя. Мастеркард вот с таким вот дизайном. Хотя, может быть, и можно. Могу ошибаться. Это вот классика. При этом можно изменить дизайн. Смотрите, можно сделать вот такую, вот такую, вот такую. И можно еще сделать вариации в Визе. Вот такие вот, вот такие, такие, такие и такие. Ну, видите, здесь какие-то такие странные мультяшки. С чем это связано? Дело в том, что вот эти разные дизайны, это дизайны других карт Тинькофф, ну, таких тематических. Я задавал этот вопрос службе поддержки и спросил, если я выбираю этот дизайн, будет ли это платно? Меня служба поддержки заверила, что нет. Это в любом случае будет бесплатно. То есть, по сути, вы все равно заказываете дополнительную карту к вашему тарифу Тинькофф Блэк. То есть, по сути, это будет Тинькофф Блэк. С теми же условиями обслуживания, что и ваша основная карта. Но при этом просто можно выбрать разный дизайн этой карты. Но при этом она от этого не станет, например, кредитной или не станет там Тинькофф Джуниор. Это будет та же карта, которую вы себе делаете дополнительную. Просто можно ее по-разному нарисовать. Также я тут обнаружил вкладочку Тинькофф Мир. Ну, не знаю, друзья, можно ли заказывать именно Мир или нет. Я не пробовал, поэтому я вообще рассматриваю платежные системы только Visa и MasterCard. Поэтому по поводу мира ничего вам сказать не могу. Ну и после того, друзья, как вы выберете, на чье имя открывать карту. На ваше или на имя человека, которому вы ее открываете. Кому ее привезти, вам или ему. Дизайн этой карты. В конце вы должны будете выбрать адрес доставки. Куда вам эту карту доставить, ну, если она именно физическая. Я этот адрес выбрал. И вот мне написали, что у меня ожидается на следующий день доставка. Мне позвонит курьер, пока он мне еще не позвонил. Пока он со мной не связался. Ну, как правило, они действуют довольно оперативно. То есть я карту заказал. И на следующий уже день я ее, в общем-то, жду. Ну и как это все будет выглядеть на выходе, друзья? Смотрите, вот мой счет Тинькофф Блэк. До этого у меня была прикреплена только одна единственная карта. Ну, вот ее последние четыре цифры. Вы видите, 31,82. Теперь у меня добавится еще одна карта. Вот она здесь внизу экрана с последним номером 0017. К ней привязан тот же самый счет. Соответственно, мы можем пополнить наш общий счет. Как с одной карты, так и со второй. Мы можем расходовать денежные средства как с одной карты, так и со второй. При этом, что важно, по второй дополнительной карте мы можем настроить лимиты. Например, если мы отдаем эту карту ребенку, то мы можем поставить, чтобы он не совершал, например, расходных операций больше, чем на определенную сумму. Сейчас я вам покажу. Нажимаете, друзья, на дополнительную карту, которую, ну, мне вот еще пока не привезли, но скоро привезут. Здесь нажимаем кнопочку лимиты. И после этого мы можем менять лимит. Вот, например, лимит на снятие, на покупки и снятие наличных у меня установлен, ну, 10 миллионов, да, получается, в месяц. Это аналогично на снятие. При этом мы можем эту сумму изменить. Это все настраивается как в момент заказа этой карты. То есть, когда вы будете выбирать доставку, там еще будет, по-моему, один шаг. Это надо будет вот те самые лимиты настроить. Но я их не менял. То есть, они вот такие стоят по умолчанию. То есть, если вы хотите их уменьшить, вы можете это сделать. Ну, и, соответственно, человек, который будет пользоваться этой дополнительной картой, он тоже будет пользоваться вашим общим счетом. Но просто в том размере, который вы сами для него определите. Ну, вот так, друзья. В общем-то, постарался максимально кратко все вам объяснить, рассказать. Мне кажется, классная, удобная штука. Таким образом можно вести общий семейный бюджет, совместно пополнять его, совместно его тратить. Прозрачно, открыто, доступно и честно. Я так думаю, это подойдет многим людям, кто сегодня не представляет себе современную жизнь без пластиковых карт. Все, друзья. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня. Пока-пока.